Слово 22 о многообразном тщеславии Ибо кто, победив тщеславие, может быть обладаем гордостью? Между семи страстями такое же различие, какое между отроком и мужем, между пшеницей и хлебом, ибо тщеславие есть начало, а гордость — конец. Итак, по порядку слова скажем теперь вкратце о нечестивом возношении, о семначале и исполнении всех страстей, ибо кто покусился бы пространное сем предмете любомудрствовать, то уподобился бы человеку, который в суе старается определить вес ветров. Тщеславие по виду своему есть изменение естества, развращение нравов, наблюдение лукаризм. По качеству же оно есть расточение трудов, потеря потов, похититель душевного сокровища, исчадие неверия, предтеча гордости, потопление в пристани, муравей на гумне, который, хотя и мал, однако расхищает всякий труд и плод. Муравей ждет собрание пшеницы, а тщеславие — собрание богатства, ибо тот радуется, что будет красть, а сие — что будет расточать. Дух отчаяния веселится, видя умножение грехов, а дух тщеславия, когда видит умножение добродетелей, ибо дверь первому — множество язв, а дверь второму — изобилие трудов. Наблюдая и увидишь, что непотребное тщеславие до самого гроба украшается одеждами, благовониями, многочисленную прислугою, ароматами и тому подобным. Всем безразличие сияет солнце, а тщеславие радуется о всех добродетелях. Например, тщеславлюсь, когда пощусь, но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Побеждаю с тщеславием, одевшись в хорошие одежды, но и в худые одеваюсь, так же тщеславлюсь. Стану говорить, побеждаю с тщеславием, замолчу, и опять им же победился. Как ни бросься и троерожник, все один рог станет вверх. Тщеславный человек есть идол-поклонник, хотя и называется верующим. Он думает, что почитает Бога, но в самом деле угождает не Богу, а людям. Всякий человек, который любит себя выказывать, тщеславен. Пост тщеславного остается без награды, а молитва его бесплодна, ибо он и то, и другое делает для похвалы человеческой. Тщеславный подвижник сам себе причиняет двойной вред. Первый, что изнуряет тело, а второй, что не получает за это награды. Кто не посмеется девателю тщеславия, которого сия страсть во время предстояния на псалмопении понуждает иногда смеяться, а иногда перед всеми плакать. Господь часто скрывает от очей наших и те добродетели, которые мы приобрели. Человек же, хвалящий нас, или лучше сказать, вводящий в заблуждение похвалою, отверзает нам очи, а как скоро они отверзлись, то и богатство добродетели исчезает. Листец есть слуга бесов, руководитель гордости, истребитель умиления, губитель добродетелей, отводитель от истинного пути. Блажащие вас льстят вы, говорит пророк. Людям великим свойственно переносить обиды мужественные и с радостью, святым же и преподобным выслушивать похвалу без вреда. Видал я плачущих, которые, будучи похвалены за похвалу, воспылали гневом и, как случается в торговле, променяли одну страсть на другую. Никто же весть, я же в человеце, точью дух человека. Итак, пусть посрамляются и обуздываются те, которые покушаются ублажать нас в лицо. Когда услышишь, что ближний твой или друг укорил тебя в отсутствии или в присутствии твоем, тогда покажи любовь и похвали его. Великое дело – отвергнуть от души похвалу человеческую, но большее – отвратить от себя похвалу бесовскую. Не тот, показывает смиренно мудрее, кто охуждает сам себя, ибо кто не стерпит поношения от самого себя, но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви. Приметил я, что бесчиславие, внушив одному брату помыслы, в то же время открывает их другому, которого подстрекает объявить первому брату, что у него на сердце, и через то ублажает его, как прозорливца. Иногда сей нечистый прикасается даже и к членам тела и производит трепет. Не внимай ему, когда он внушает тебе желание быть епископом или игуменом или учителем, ибо трудно отогнать пса с мясопродажного стола. Когда он видит, что некоторые приобрели, хотя несколько мирные устроения, то тотчас побуждает их идти из пустыни в мир и говорит «иди на спасение погибающих душ». Иной вид Эфиопа и иной истукана. Так и образ тщеславия, иной у пребывающих в общежитии и иной у живущих в пустынях. Тщеславие побуждает легкомысленных монахов предупреждать пришествие мирских людей и выходить из обители навстречу идущих, научает преподать к ногам их и, будучи исполнены гордости, облекается в смирении. В поступках и в голосе показывает благоговение, смотря на руки пришедших, чтобы от них что-нибудь получить, называет их владыками, покровителями и подаятелями жизни по Боге. Во время трапезы побуждает их воздерживаться пред ними и повелительно обращаться с нишами. На псалмопении же ленивых делает ревностными и безголосых хорошо поющими, сонливых бодрыми, льстит уставщику и просит дать ему первое место на клиросе, называя его отцом и учителем, пока не уйдут посетители. Тщеславие предпочитаемых делает гордыми, а презираемых – памятозлобными. Тщеславие часто бывает причиной бесчестия вместо чести, ибо разгневавшимся ученикам своим приносит великий стыд. Тщеславие делает гневливых кроткими пред людьми. Оно весьма удобно присоединяется к естественным дарованиям и через них нередко низвергает окаянных рабов своих. Видел я, как один бес опечалил и прогнал брат своего. Один монах рассердился, а между тем пришли мирские, и вдруг окаянный сей, оставив гнев, перепродал себя тщеславию, ибо не мог в одно время служить обеим страстям. Монах, сделавшийся рабом тщеславие, ведет двойственную жизнь, по наружности пребывая в монастыре, а умом и помышлениями в мире. Если мы усердно хотим угождать Царю Небесному, то без сомнения и славы Небесной вкусим, а вкусивший ее будет презирать всякую земную славу. Я удивился бы, если бы кто, не вкусивший первый, мог презреть последнюю. Часто случается, что мы, будучи окрадены тщеславием, а потом обратившись, и сами быстро умнее окрадываем оное. Я видел некоторых под тщеславию, начавших духовное делание, но, хотя и порочное положено было начало, однако конец вышел похвальный, потому что переменилась их мысль, «Кто возносится естественными дарованиями, то есть остроумием, понятливостью, искусством чтения и произношения, быстротою разума и другими способностями, без труда нами полученными, тот никогда не получит вышеестественных благ, ибо неверны в малом и во многом неверен и тщеславен». Некоторые для получения крайнего бесстрастия и богатства дарования, силы чудотворения и дара прозорливости всуя изнуряют тело свое, но сие бедные не знают того, что не труды, но более всего смирение, есть матерь этих благ. Кто просит у Бога за труды своей дарований, тот положил опасные основания, а кто считает себя должником, тот неожиданно и внезапно обогатится. «Не повинуйся, видите ли сему, когда он научает тебя объявлять свои добродетели на пользу слышащих. Кай обу пользы человеку, если он весь мир будет пользовать, душу же свою очетит. Ничто не приносит столько пользы ближним, как смиренный и непритворный нрав и слово. Таким образом, мы и других будем побуждать, чтобы они не возносились, а что может быть полезней сего? Некто из прозорливцев сказал мне, виденное им. Когда я, говорил он, сидел в собрании братьев, без тщеславия и без гордости пришли и сели при мне по ту и по другую сторону. И первый толкал меня в Бог тщеславным своим перстом, побуждая меня рассказать о каком-нибудь моем видении или делании, которое я совершил в пустыне. Но как только я успел отразить, его сказав, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, тот же сидевший по левую сторону говорит мне на ухо, благо же, благо же ты сотворил и стал велик, победив бесстыднейшую матерь мою. Тогда я, обратившись к нему, произнес слова, следующие по порядку после сказанного мною стиха, да возвратятся, обе стыдящиеся, глаголящими, благо же, благо же сотворил я сей. Потом спросил я того же отца, как тщеславие бывает матерью гордости. Он отвечал мне, похвалы возвышают и надмивают душу. Когда же душа вознесется, тогда объемлет ее гордость, которая возводит до небес и низводит до бездну. Есть слава от Господа, ибо сказано в Писании, прославляющим я прославлю, и есть слава, происходящая от дьявольского коварства, ибо сказано, горе, икда добре рекут вам все человечецы. Явно познаешь первую, когда будешь взирать на славу, как на вредное для тебя, когда всячески будешь от нее отвращаться, и куда бы ни пошел, везде будешь скрывать свое жительство. Вторую же можешь узнать тогда, когда и малое что-либо делаешь для того, чтобы видели тебя люди. Скверное тщеславие научает нас принимать образ добродетели, которые нет в нас, убеждая к всему словами Евангелия, «Так, куда просветится свет ваш при человеке, як это видят ваши добрые дела». Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия, приключающим с бесчестием. Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление бесчестия. Середина же – отсечение всех помышляемых ухищрений тщеславия. А конец, если только есть конец в этой бездне, состоит в том, чтобы стараться делать перед людьми то, что нас уничижает, и не чувствуете прионам никакой скорби. Не скрывай своих погрешностей с той мыслью, чтобы не подавать ближнему повода к преткновению. Хотя, может быть, и не во всяком случае будет полезно употреблять сей пластырь, но смотря по свойству грехов. Когда мы домогаемся славы, или когда безыскательство с нашей стороны она приходит к нам от других, или когда покушаемся употреблять некие ухищрения, служащие к тщеславию, тогда вспомним плач свой и помыслим о святом страхе и трепете, с которым мы предстояли Богу в уединенной нашей молитве, и таким образом без сомнения посрамим бесстыдное тщеславие, если, однако, стараемся об истинной молитве. Если же в нас нет этого, то поспешим вспомнить об исходе своем. Если же мы и сего помышления не имеем, то, по крайней мере, убоимся стыда следующего за тщеславием, потому что, возносяйся, непременно смириться еще здесь, прежде будущего века. Когда хвалители наши, или, лучше сказать, обольстители, начнут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество наших беззаконий и увидим, что мы поистине недостойны того, что говорят или делают в честь нашу. Бывают и тщеславных такие, коих некоторые прошения должны бы быть услышаны Богом, но Бог предваряет их молитвы и прошения, чтобы они, получив через молитву просимые, не впали в большее самомнение. Простые же сердцем не очень подвержены отравлению семьядом, ибо тщеславие есть погубление простоты и притворное жительство. Часто случается, что червь, достигши полного возраста, получает крылья и возлетает на высоту, так и тщеславие, усиливаясь, рождает гордость всех зол начальницу и совершительницу. Не имеющий сегодня дуга, весьма близок ко спасению, а одержимый он им, далек явиться от славы святых. Степень двадцать вторая. Кого не уловило тщеславие, тот не впадет в безумную гордость, враждующую на Бога. Субтитры создавал DimaTorzok